Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Стихи 1831-1832 годов. Небо Италии, небо Тарквата, прах поэтический древнего Рима, родина Неги, славой богата, будешь ли некогда мноют из Рима? Рвется душа, нетерпеньем объята, к гордым остаткам падшего Рима. Снятся мне долы, леса благовонны, снятся упадших чертогов колонны. Языкову Языков, буйство молодого, певец, роскошный и лихой, По воле случая слепого я познакомился с тобой. В те осмотрительные лета, когда смиренная диета Нужна здоровью моему, Когда и тошный опыт света Меня наставил кой-чему, Когда от бурных увлечений Желанным отдыхом дыша Для благочинных размышлений Созрела томная душа. Но я люблю восторг удалый, Разгульный жар твоих стихов. Дай руку мне, ты славный малый, Ты в цвете жизни, ты здоров. И неумеренную радость, счастливец, Славишь ты в правах, Звучит лирическая младость В твоих лирических грехах. Не буду строгим моралистом Или бездушным журналистом. Приходит все своим чередом, Послушный голос у природы Предупредить не должен Годы ты педантическим пером. Другого счастья поэтом Ты позже будешь, милый мой, И сам искупишь перед светом Проказы музы молодой. Мой Элизий Не славь, обманутый Орфей, Мне элизийские селенья, Элизий в памяти моей И некропим водой забвенья. В нем мир цветущей старины Умерших тени населяют, Привычки жизни сохраняют, И чувств ее не лишены. Там жив ты, Дельвиг, Там за чашей Еще со мною шутишь ты, Поешь веселье дружбы нашей И сердца юные мечты. В дни безграничных увлечений, В дни необузданных страстей, Со мною жил привратный гений, Наперсник юности моей. Он жар восторгов несогласных Во мне питал и раздувал, Но соразмерностей прекрасных В душе носил я идеал. Когда лишь праздников смятенья Алкал, безумец молодой, Поэта мерные творенья Блистали стройной красотой. Страстей порывы утихают, Страстей нечистые мечты Передо мной не затмевают Законов вечной красоты. И поэтического мира Огромный очерк я узрел, И жизни даровать, О, Лира, Твое согласие захотел. Языкову Бывало, свет позабывая, С тобою, счастливым певцом, Твоя камена молодая Венчалась гроздьем и плющом, И песни ветреные пела, И к ней безумно и слепа, То, увлекаясь, пламенела Любовью грубая толпа, То на свободные напевы Сердяся в ханжестве тупом Она ругалась чудной девы Ей непонятным божеством. Во взорах пламень вдохновенья, Огонь восторга на щеках. Был жар хмельной в ее глазах, Или румянец вожделенья, Она высоко рождена, Ей много славы подобает, Лишь для любовника она Наряд Менады надевает. Яви ж, яви ее скорей, Певец в достойном блеске миру, На перстнице души своей Дай диадему и парфиру. Державный сан ее открой, Да изумит своей красой, Да величавый взор смущает Ее злословного судью, Да в ней хулитель твой Познает мою царицу и свою. Бывало, отрок, звонким кликом, Лесное эхо я будил, И верный отклик в лесе диком Меня сметенно веселил. Пора другая наступила, И рифма юношу пленила, Лесное эхо за меня. Игра стихов, игра золотая, Как звуки звуком отвечая, Бывало, нежели меня, Но все проходит. Остываю я и к гармонии стихов, И, как дубров не окликаю, Так не ищу созвучных слов. Стихи 1932 года. Н.Е.Б. Двойною прелестью опасна, Лицом задумчива, Речами весела, Как одолиска ты прекрасна, И, как пастушка ты мила, Душой невольно встрепенется, Кто на красавицу очей не возведет, Холодный старец улыбнется, А пылкий юноша вздохнет. На смерть Гете Предстало, и старец великий смежил Орлиные очи в покое, Почил безмятежно, за не совершил В пределе земном все земное. Над дивной могилой не плачь, не жалей, Что гения череп наследье червей. Погас, но ничто не оставлено им Под солнцем живых без привета. На все отозвался он сердцем своим, Что просит у сердца ответа. Крылатою мыслью он мир облетел, В одном беспредельном нашел ей предел. Все дух в нем питало, Труды мудрецов, Искусств вдохновенных созданья, Преданья, заветы минувших веков, Цветущих времен упования, Мечтою по воле проникнуть он мог И в нищую хату, И в царский чертог. С природой одною он жизнью дышал, Ручья разумел лепетанье, И говор древесных листов понимал, И чувствовал трав, прозябанье. Была ему звездная книга ясна, И с ним говорила морская волна. Изведан, испытан им весь человек, И ежели жизнью земною Творец ограничил летучий наш век, И нас за могильной доскою, За миром явлений не ждет ничего, Творца оправдает могила его. И если загробная жизнь нам дана, Он, здешний, вполне отдышавший, И в звучных глубоких отзывах сполна, Все дольное долу отдавший, К предвечному легкой душой возлетит, И в небе земное его не смутит. Кольцо Софья Энгельгард «Дитя мое», — она сказала, «Возьмешь или нет мое кольцо?» И головою покачала, С участием глядя ей в лицо. «Знай, друга даст тебе, Девица, кольцо счастливое мое, Ты будешь дум его царица, Его второе бытие. На договор судьбы ревнивой С прекрасным даром сопряжен, И красоте самолюбивой тяжел, Я знаю, будет он. Свет к ней суровый Не приметит ее приветливых очей, Ее улыбку хладно встретит И не поймет ее речей. Вообщеею разум, дарования И чувств, и мыслей прямота Их свет оставит без внимания, Обезобразит клевета И долго, долго сиротою Она по сборищам людским Пойдет с поникшей головою Одна с унынием своим. Но девы нежной Не обманет Мое заветное кольцо. Ей судья ее предстанет И процветет ее лицо. Внимала дева молодая Невинным взором весела И тайный жребий свой решая Кольцо с улыбкою взяла. Иди ж с надеждою веселой, Господь тебя благослови На подвиг долгий и тяжелый Все забывающей любви И до свершения договора В твои ненастливые дни, Когда нужна тебе опора, Мне, друг мой, руку протяни. Эпиграмма Кто, непременный мой ругатель, Необходимый мой предатель, Завистник непременный мой, Тут думать нечего, родной. Нам чаще друга Враг полезен, Под лунный мир устроен так. О, как же дорог, Как любезен Самой природой данный враг. Конец стихов 1832 года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok